Дети выбирают свою будущую профессию. Вот как психолог может помочь самим абитуриентам и их родителям в первую очередь? Да, здесь такой вопрос очень интересный в силу того, что в первую очередь родителям, я бы сказала, во всяком случае, исходя из практики моей личной, родители в первую очередь нуждаются в неких таких консультациях. Как, собственно, не перегнуть вот эту палку, как не навязать свои мечты ребенку и как позволить вот здесь ему выбирать самостоятельно. Чаще всего, к сожалению, у нас есть некое такое отношение к подростку как к человеку, который еще не знает, чего он хочет. И что у взрослых есть опыт, есть свои какие-то уже знания, и что мы считаем, что мы имеем полное право выбирать. Мы-то точно знаем, куда. Да, вот, но, к сожалению, здесь вот как раз вот этот первый подводный камень, потому что мы не знаем, да, собственно, что сам хочет ребенок, мы чаще всего об этом не спрашиваем, и навязываем ему свою некую картинку мира, как мы бы смогли. Но мы, наши дети, несмотря на то, что мы все-таки, да, где-то связаны родственными узами, мы все-таки разные. И желания могут быть разные, и, соответственно, миссии какие-то в жизни наши тоже могут быть разные. Поэтому вот здесь первый момент, в первую очередь такое мое обращение к родителям. Дорогие родители, пожалуйста, поверьте в то, что в 16-17 лет ваш ребенок уже знает, чего он хочет. Он, может быть, не всегда это озвучивает, опять же, в силу воспитания, да. Где-то воспитание достаточно либеральное, и дети могут высказывать свои желания. Где-то оно более жесткое, и желание ребенка совсем не учитывается. Говорят, мало еще, ну вот еще не вырос. Раз ты еще деньги не зарабатываешь, тебе голос не давали. Ну и такое встречается. Поэтому, получается, вот, дорогие родители, да, посмотрите на вашего ребенка, несмотря на то, что это достаточно сложно посмотреть таким, да, нейтральным взглядом, уже как на личность. У которого внутри уже все есть, желания сформированы, задача родителя на самом деле только поддержать, да. И вот, собственно, если ребенок просит какой-то помощи, вот в этом, но не принимать решение за него, потому что это чревато. Давайте я вот сейчас буду таким родителем. Да, давайте. Который пришел на консультацию. Да. Не, ну, понятное дело, что он хочет что-то, но это же на данном этапе, а жизнь длинная. Да. И через пять лет все изменится, а он сейчас хочет, пойдет в свои соцсети, и все, а вдруг через пять лет не понадобится, поэтому нет, высшее образование, пусть идет в университет. Да, ну, вообще, да, тема высшего образования, кстати, вообще в целом сейчас достаточно сложно обсуждаема с подростками, потому что изменилась скорость жизни, изменилась, да, скорость реагирования благодаря соцсетям. И самый, наверное, частый запрос сейчас от родителей, что дети вообще не хотят получать высшее образование. Вообще образование. Они не понимают. Они говорят, дети говорят, что достаточно курсов. Да, они говорят, зачем пять лет тратить на это, это же так долго, это же так скучно, особенно, когда мы им объясняем, рассказываем, как это все проходит по старинке, там, сидишь, пишешь лекции, они спрашивают, а зачем писать, ну, он же может дать источник преподавать, или мы будем, я сфотографирую, или просто скинет, я это почитаю, то есть зачем вот это все? И, в принципе, и ответить-то, ну, и нечего, потому что, ну, сам понимаешь, что много времени, то есть в наше время это все растягивалось, потому что скорость жизни была другая, сейчас они не понимают этого смысл. Можно все сделать быстрее, за два года можно и практику, и теорию, все, и можно сделать более насыщенно. И в идеале мы, как система наше образование современная, должна на это отреагировать, потому что пока это еще вот очень медленно, да, пока все еще по старинке. Естественно, у них вот этот вопрос возникает, что мне это не нужно. То есть, понятное дело, что какие-то специальности, как врач, там, какие-то, может быть, да, серьезные юристы, где нельзя без вот этих вот, да, без такого большого объема знаний, там никак. Но другие профессии, в целом, они говорят, ну, можно же там за год все сделать, вот. Поэтому сейчас достаточно сложно найти аргументы. Помните, еще в наше время, когда мы учились в институте, нам говорили, институт — это же знакомство, это же социум. Для наших детей это тоже больше не аргумент, потому что их социум — это социальные сети, их общение — это социальные сети. То есть там гораздо больше контактов, нежели в институте или в университете можно получить. И способность, еще одно, говорили, это способность обрабатывать информацию, это способность к самообучению. У современных детей это тоже уже достаточно отработанный механизм, то есть, в принципе, они это делают гораздо быстрее нас. И если им что-то нужно, если им что-то интересно, они могут найти быстро эту информацию, самостоятельно ее обработать. Поэтому, в принципе, по всем тем аргументам, которые работали раньше, то есть высшее образование сейчас вот в том старом формате, оно несколько проигрывает. Ничего он на самом деле не хочет. Он хочет много зарабатывать и ничего не делать при этом. Да, это еще новый формат, кстати, от подростков, от многих и от молодежи, что они, глядя на усилия родителей, которые там достаточно много вкладывают сил времени в работу, они не хотят так, они хотят на лайте все так как-то, на позитиве все это раз и заработать свой первый миллион. И здесь, опять же, здесь спорить достаточно бесполезно. Нужно, мне кажется, просто начать ребенку зарабатывать уже до начала выбора института. То есть, окей, на самом деле же есть вариант, что ребенок действительно как-то найдет какой-то способ, даже легальный, зарабатывать легко и в удовольствие эти деньги. Потому что это же может быть только проекция родителя, который тяжело работал, и он уверен, что большие деньги зарабатывают с трудом. Но есть же варианты, когда человек действительно с удовольствием получает достаточно хорошие деньги и спокойно при этом не напрягаясь. Ну, в смысле, вот там, чрезмерно. Поэтому здесь важно не обрезать крылья, но при этом дать ребенку попробовать. Окей, пробуй. Хочешь, пробуй. Самое главное, чтобы это было легально, законно и зарабатывай. Вот у нас с вами есть несколько возможных сценариев. Первый сценарий – подросток, это уже не ребенок, это подросток и даже уже молодая девушка, молодой человек, знает, чего хочет, на его представление о своем будущем расходятся с представлением обоих родителей, одного из родителей, там еще могут подключиться бабушка и дедушка со своим мнением. Что делать в этом случае? Что делать как ребенку, который не хочет конфликта с родителями, но при этом он не хочет идти? И что делать родителям, вот как психолог? Ну, ребенку в первую очередь здесь важно, смотрите, здесь чаще всего дети, подростки, молодежь боится конфликтов, но на самом деле высказать свое мнение – это не всегда конфликт. Можно высказать его достаточно мирно, во всяком случае, чтобы он был услышан. И в этот момент очень важно подобрать такие слова о том, что вы хотите, чтобы я прожил чужую жизнь, или чтобы я был несчастным. Ну, то есть как-то так, чтобы достучаться, чтобы родители услышали. Не просто так, что я не хочу быть юристом или врачом, а вот о том, что вы меня не слышите, вы мои желания не слышите. Вот как человек должен… Они меня не понимают. Вот как помочь молодому человеку, молодой девушке достучаться до родителей? Как он должен нам начать разговор? То есть здесь, во-первых, разговор мы начинаем всегда с такого эмоционального присоединения, с благодарности, да, о том, что не с обвинения там с какого-то сразу, но за так, что, дорогие родители, я вам очень признательна или там признательна за то, что вы переживаете о моём будущем, за то, что вы вкладывали в меня столько сил и времени. Я это очень ценю, я это очень уважаю. Но я попрошу вас сейчас дать мне возможность прожить свою жизнь. У вас был ваш этап, когда вы выбирали, да, и тогда вот вы это проживали самостоятельно. Сейчас пришло моё время. Я прекрасно там, допустим, да, я несу ответственность за свою жизнь, я готова её нести, и я понимаю, к чему может привести мой выбор. То есть ничего страшного в целом, что, ну хорошо, что может случиться? Я закончу этот ВУЗ или там выберу ту специальность, которая мне не будет нужна. Но у меня есть возможность ещё раз пойти и попробовать, например, как вы советуете сейчас это сделать мне. Вот, то есть что в целом важно, во-первых, подсоединиться эмоционально, поблагодарить. Во-вторых, сказать о том, что человек понимает о том, что происходит в целом, что почему это для родителей может быть важно, но и в целом обратить внимание на себя, что мне важно вот начать свою взрослую жизнь. Если вы хотите, чтобы я проявил себя как взрослый, а взрослый — это в первую очередь принятие решений и ответственность, я должен на практике начать принимать решения. В идеале, конечно, чтобы вот эта практика принятия решений, она началась вообще в семье до выбора ВУЗа. Тогда будет немножко легче. То есть когда у ребёнка уже будет некая ответственность, будет здорово, если ребёнок уже попробует зарабатывать деньги до принятия этого решения. Потому что в целом, в среднем 14 лет — это тот возраст, когда вот этот подросток уже может принимать на себя большую часть решений в своей жизни и, собственно, и уже понимать причину следствия. Вот я сейчас вот этот выбор сделаю, и это приведёт к вот этому. А что происходит чаще всего? Приходят, допустим, на консультацию 16-17 лет молодые люди с мамой, но мама всё это время опекала максимально. То есть этот молодой человек, он даже не знает, какую футболку надеть, потому что мама принимала решение, что он любит, потому что мама принимала решение. То есть, по сути, ему не давали этой практики. Поэтому и тут сразу первое решение, вот такое сразу серьёзное, судьбоносное. Поэтому в идеале, конечно, важно выстроить какой-то ряд мер до принятия этого решения, чтобы сначала подросток начал учиться принимать решения в своей жизни, понимать вот эту причину следствия, и затем, собственно, постепенно, к 16-17 годам он понимал уже, что он может нести ответственность. Да, это вот мы заодно рассмотрели второй сценарий, когда выпускник школы действительно не знает, чего он хочет дальше. И есть третий сценарий, когда выпускник думает, что он знает, чего он хочет, но эти его желания сформированы под влиянием среды, под влиянием моды. Был период, когда все шли на экономический, и я иду, потому что это круто. При этом родители достаточно мудрые люди, достаточно внимательные люди, и они понимают, что экономика – это не твой конёк. Что тебе будет скучно в этой специальности, что ты не сможешь реализовать заложенные в тебе. Но ребёнок воспринимает это, что вы меня не понимаете. Как быть в этом случае, когда ребёнок ошибочно оценивает свои желания, свои намерения? Как помочь? Да, здесь вот важный момент, чтобы вот этот бунтарский момент в ребёнке… Это же не бунтарский, а просто все побежали, я побежала. Ну вот просто чем больше будет попытки нажима со стороны родителей, тем больше вероятность есть, что как раз этот молодой человек будет сопротивляться уже из вредности, что я вроде как взрослая, а вы меня тут жизни учите, сам буду. Поэтому здесь первый момент – это сказать, «Окей, да, иди, но…» И вот здесь важно, вообще исходи на практику. Давай мы тебе устроим, ты посмотришь, как работают экономисты, чтобы ты понял вообще, куда ты хочешь, работали ли это твои мечты. И в идеале бы отправить бы куда-то вот на бесплатную волонтёрскую практику, куда-то бы вот к экономистам, чтобы человек посмотрел со стороны, а хочет ли он вот со всем вот этим объёмом информации работать. Вот так, вот так, вот так. Для начала просто показать предметы, которые будут изучать. Да, да, предметы, то есть специфику вообще, немножко углубиться. То есть, в принципе, основная ещё проблема в том, что молодёжь, они знают специфику, то есть они знают название профессии, а что там внутри, там же тоже идёт всякие разделения. И они не всегда представляют, что там глубже. Поэтому родитель в данном случае, как человек, который обладает большим опытом, он может дать больше информации, и он может помочь, да, чтобы его, да, сын или дочь смогли попрактиковаться. У нас вообще не выстроена вот эта система практики. То есть в идеале, да, это всё важно делать, все эти стажировки практики до выбора вуза, чтобы, да, молодёжь смогла понять вообще, что где приблизительно происходит. А у нас, получается, сплошная теория, теория, теория. А да, от ребёнка, ну, от ребёнка я как родитель, да, от молодёжи мы требуем уже принятие каких-то ответственных решений за свою жизнь. Они все к этому готовы. У них стресс, потому что, ну, это серьёзный стресс. Даже взрослые люди чаще всего, да, с трудом выбирают. И потом ещё и бац, мимо, не попал, естественно, что там человек теряет себя чаще всего, он разочарован, у него некая апатия вообще, что не получает удовольствия от жизни, и что дальше делать. К 30 годам этот человек чаще всего, ну, начинает уже задумываться там, да, а что происходит, почему я вот несчастлив до конца, например. И вот так. Инна, вы не только психолог, фитнес-тренер, но ещё и мама. Да. И как раз ваша дочь закончила школу. Да, в этом году как раз. И как раз перед вами, как перед мамой, стоял как раз вот этот вопрос. Что дальше? Как решили? Ну, всё, всё как, всё, как, да, по классике жанра. У папы было своё видение, у меня было своё видение. Ну, опять же, у меня моего не было видения, у меня была просто поддержка и, да, желание того, чтобы она делала свои ошибки, я бы сказала так. То есть я готова к тому, что она поступит и, допустим, она не попадёт с первого раза, потому что это довольно непросто. Но она выбрала, поскольку она занимается профессиональными танцами несколько лет, ей было немножко проще в плане выбора, она этим горела с самого детства. И у нас основная проблема — это была просто убедить папу, что ей не нужна профессия бухгалтера или там ещё кого-то, а что вот пусть она реализовывается вот в этой своей мечте. И что даже если она не будет дальше когда-то работать там всю свою жизнь, ничего страшного, сейчас есть отличная возможность получать онлайн-образование, ещё как угодно, и она получит там второе, третье, ещё какое-то там пятое образование. То есть вот основная наша проблема была в этом. Удалось убедить папу? Да, удалось вот. Папу удалось убедить или папа сказал, ах, делайте, что хотите. Да, папа сказал так. Папа сдался, вот, но в целом, да, у неё есть возможность теперь вот делать свои ошибки спокойно. То есть делать так, как она хочет. И если попадёт, попадёт, это будет здорово, потому что это её мечта. То есть были включены вот тоже, с папой разговаривали, говорили, выдвигали? Да. Ну, я озвучила свою позицию, папа рассчитывал, наверное, от меня получить такую поддержку, как родительскую. Ну, мы же на одной стороне, да. Мы же, да. Но поскольку у меня ещё и свой был личный опыт, когда я как раз меняла несколько раз направление своего образования, и вот поэтому я, пропуская свой этот опыт, я постаралась не вмешиваться вот в этот конфликт с этой точки зрения. Я говорю, пусть она выбирает, она сама понимает, она уже приблизительно, она зарабатывает, она знает, да, эту сферу хорошо, близко. Поэтому, в принципе... То есть у вас, с своей точки зрения, чем должна заниматься дочь, не было. Нет. Вы предоставили, вы доверились её выбору, уважаете её право выбора. Да. У меня, конечно, была своя какая-то, знаете, ну, мечта, но это опять же про нереализованный потенциал родителей. Я в своё время, меня родители отговорили быть врачом, хирургом, и всю жизнь я об этом очень как где-то сожалела, там даже были мысли в 30 лет пойти учиться. И, конечно, я думала, когда-то себе говорила, ну вот ладно, я не смогла, дети смогут. Ну вот я понимаю, насколько ошибочный вот этот механизм перекладывания нереализованного своего потенциала на детей, потому что это моя жизнь, это мой потенциал, я его должна сама реализовывать, а не перекладывать. У ребёнка свой потенциал, а так получается, я ему ещё сверху свой добавлю, и у него нет, не хватит сил на себя. То есть он будет моей мечтой проживать, мою жизнь проживать. Поэтому я в нужный момент остановилась, говорю, окей, ладно, врача в семье не будет, ну может быть, замуж за врача уйдет. Мамина мечта, да? Ну может быть, всё-таки. Может быть, да. Может быть, как-то где-то, да. Ну, с другой стороны, ну, врача найдём извне, да, вот, ну как-то, это проще, чем, да, твой ребёнок, который отучится на врача, но будет не любить эту профессию, будет несчастным врачом. Младшая дочь тоже не врач? Младшая дочь, а где мечты детей? И свои мечты я всё-таки возвращаю себе и стараюсь их реализовывать, даже если не получается. В той мере, понятно, что врачом напрямую я не стану, но я стала психологом, это отчасти, да, где-то здесь, фитнес-тренер тоже отчасти, то есть это вот всё где-то, где-то вокруг врача, и вот я вращаюсь в медицинских всяких сообществах, где вот этим, да, представляешь, что я врач, в общем, я так с удовольствием с ними контактирую, и вот, собственно, вот этим я реализовываюсь. Поэтому от детей со своими мечтами отстала и чего очень и очень рекомендую сделать другим родителям, чтобы они не перекладывали свой потенциал и свои мечты, потому что, во-первых, они себя лишают этой реализации, потому что это же настоящее счастье и удовольствие делать то, вот, что тебе нравится и в чём заключается какая-то твоя, да, миссия и предназначение. Если ты этого не делаешь, ты сам не получаешь от этого удовольствия, плюс ты ещё, получается, мешаешь своему ребёнку получать удовольствие от его жизни. Потому что там его мечты. И чаще всего, к сожалению, ну, когда мы навязываем свои мечты, да, ни к чему хорошему это не приводит, потому что это чужие мечты. Ребёнок предаёт себя, ну, в контексте, да, этих отношений родитель-ребёнок, ребёнок предаёт себя ради самого святого, ради родителей, ради их любви, пытается оправдать их надежды, но при этом внутри происходят какие-то внутренние глубинные кризисы личностные, которые вот как раз, да, потом они всё равно выплывают. Вашем случае тоже, вот вы это сказали, было всё достаточно просто. Дочь с самого детства была вовлечена, погружена, знала, что она хочет. если у человека нет чётко выраженных интересов, или они лежат в разных плоскостях, существуют ли какие-то тесты, механизмы, которые позволят понять, что да, вот тебе вот это направление подходит, а это направление не подходит. Да, в целом есть достаточно таких теоретических инструментов. Здесь тоже очень важно понимать, что тесты это достаточно субъективный инструмент, и он не даёт стопроцентной гарантии того, что человек, пройдя эти тесты, вот точно ему туда. Но в целом это как вспомогательный инструмент перед началом какой-то практической части. То есть самый такой популярный это получается тест Евгения Александровича Климова, который собственно все специальности поделил на 5 типов. И вот исходя из этих типов личности человек имеет предрасположенность к чему-то одному. Либо работе с цифрами, либо работе с животными, либо это искусство, либо это с техникой, как например IT-специалист. Либо есть система такая человек-человек, то есть человек, который коммуницирует, которому нужно вот в социуме. Исходя вот из этих характеристик, то есть человек в целом пройдя определенные тесты может где-то себя узнать, где-то прислушаться. Исходя из этого теста есть определенный список даже уже специальностей и профессий, куда вы можете начать пробовать. Но теоретическая часть опять же развита, но практической нет. То есть сейчас все больше профориентологов склоняются к мысли создания какого-то механизма на практике отрабатывать. То есть условно какие-то профориентационные лагеря детские, чтобы вот эти все ребенок мог попробовать разные эти психотипы в работе посмотреть, как вот здесь, а вот здесь. Дальше, чтобы он приблизительно понял для себя. Да, потому что даже если ты хочешь быть врачом, выдержит ли твоя нервная система этого бесконечного человеческого страдания? Да. И вот в процессе практики как раз в идеале попробовать все пять. То есть пройти, чтобы понять, что мое, что не мое. Как это может быть выглядеть в реалии, да. Поскольку у нас этого пока механизма нет, не в школьной системе, потому что в идеале это, конечно, бы 10-11 класс вести предметы, посвященные этому, чтобы научились понимать вообще, что существует, как приблизительно можно себя сориентировать и понять, что ты хочешь. Потому что у нас это вот короткий промежуток, да. Весь 11 класс родители пугают и учителя пугают детей, то есть это такой стресс. Ты должен там т-т-т- выбрать, впереди новая жизнь, всякие-всякие страхи. Тут они вот такие все замыли. И так, да, куча всего на них, экзамены и так далее. Тут еще какие-то шаги надо важные делать. То есть какие шаги, какая взрослая жизнь, да. Поэтому в идеале 10-11 класс можно было бы уже в рамках школьной программы что-то вводить такое. И уже на практике договариваться с какими-то предприятиями так, чтобы да, эти старшеклассники приходили, пробовали, смотрели и прислушивались, насколько мне это близко, чтобы дальше уже потом идти. То есть только через практику. А почему все же вот такой подход, как у вас, пусть ребенок совершает свои ошибки, свойственен очень и очень немногим родителям? Почему? Да, потому что у нас такая чаще всего тесная связь с детьми, с неким таким, знаете, слиянием и нарушением границ. И отчасти, наверное, это связано с установками родителей, что дети это их собственность. И дети им много чего должны. Потому что мы в них вложили, мы их воспитали, значит, мы имеем полное право участвовать в их жизни. И чаще всего родителей там слишком много. И вот этот тонкий момент, эта тонкая грань, это всего лишь говорит о том, что нету в целом из поколения в поколение какой-то вот этой культуры соблюдения личностных границ. У нас это все несколько стерто, и мы вообще в целом в жизни друг друга очень нас много. Есть какие-то такие грани, где мы смело переходим границы. Можем спросить что-то, что совсем нельзя спрашивать, мы считаем это нормой. Поэтому выбирать за детей вузы, участвовать в семейной жизни детей активно, в жизни внуков. внуков, ну то есть вот это в целом наша какая-то такая, мне кажется, просматривается тенденция в нашем воспитании, в нашей культуре. Поэтому здесь, ну конечно, это не так, так быстро это поменять нельзя резко, но в целом во всяком случае создавать культуру вот какого-то обращения внимания на вот такие моменты мы можем постепенно, то есть так, чтобы это вот через несколько десятков лет пришло в норму. Но пока это вот в таком, наверное, мы родители еще же включаем такой аргумент, ну либо ты поступаешь туда, куда я хочу, либо все, я перестаю тебя содержать. Содержать, да. Есть такой аргумент, да. Вот, кстати, наш папа попытался этот аргумент использовать, вот, но ребенок победил, то есть он сказал, что он будет ездить на троллейбусе, он помещал машину купить, сначала на пару дней она вроде как пошла на поводу, потом она подумала, сказала, нет, я лучше буду ездить на троллейбусе. Вот, смотрите, здесь у ребенка хватило сил, но может же и не хватить. Может не хватить, да. Ребенок может подумать, лучше уж синиться в руке. Здесь важно понимать, к чему может привести вот эта манипуляция. да, то есть огонь в глазах ребенка потухнет и, собственно, родители придется дальше его содержать. Чаще всего потом приходят, вот как раз я говорила про этот период, в 30 лет приходят их, да, родители этого молодого человека или девушки на консультацию и говорят, вы знаете, вот ничего не хочет делать, развиваться не хочет, апатия. Вот не работает толком, содержим, все 30 лет. Кто-то начинает пить, например, даже, потому что есть куча нерезонного потенциала. Что делать? Начинаем раскручивать, так-так-так-так-так-так-так, а вот а вуз как выбирал? Ну, он хотел вот сюда, но мы настояли вот сюда. Ну, сами по рукам дали, получилось так, что, да, этот молодой человек дальше наступал на горло, наступал на горло и, в целом, потом уже какой-то такой, это же адаптация, потом он адаптировался к этому положению, что его желания не важны, хотеть вообще плохо, хотеть больно, и, собственно, потом сложно даже раскрутить. А что вы хотите, когда, да, самый сложный вопрос, и потом вот эти вот желания нам очень трудно, долго приходится вытаскивать, да, и вот переписывать вот эти сценарии, что желания важны, что это не равно боль, что всё классно, вы можете реализовать свои желания. Там уже мелкими шагами мы начинаем выстраивать. То есть это не так, что он закончит, даже если ему не нравится. Не факт, что он закончит. Это, знаете, так же, как же часто бывает с музыкальной школой, да, родители заставляли, заставляли, потом ребенок приходит, отдаёт диплом, говорит, а вот теперь играйте. То есть по статистике, там, ну, принцип Паретто 80% приблизительно так и делают, 20% да, они остаются в музыке, потому что им это нравилось, где-то как-то это было их, но вот большая часть вот принесла и сказала, теперь играйте. Потом близко не подходит чаще всего портопьяный, говорит, я не хочу, мне много. К психологу приходят, да, родители с выпускниками, с какими запросами, что просят, как просят помочь? Помочь просят для начала, когда ничего не хочет совсем, да, сын или дочь, вот, либо сделайте так, чтобы убедитесь, что я права. Да, убедитесь, что надо идти в IT, например, сейчас же модно, ну, да, несколько лет сфера IT, потому что есть миф, ну, о том, что это много денег и мало работает, ты работаешь из любой точки мира, то есть много же таких мифов, да, вот, у каждой специальности профессии, поэтому, вот он, да, скажите, пусть идет в IT, а, допустим, я вижу, что по психотипу человек, ну, совсем не IT-шник, то есть он, он человек-человек, ему надо вот коммуникация, он так, и он один на один с компьютером, но он с ума сойдет, и говорит, то есть, ну, ничего страшного, ну, вот, ну, привыкнет, ну, потерпит, ну, стерпится, слюбится, да, это, знаете, это вот как замуж, замуж по любви и замуж по расчету, ну, вот, ну, нигде оно, ну, никак оно не стерпится, не слюбится, да, на что-то, какие-то части вы закройте, но какие-то, да, вопрос, здесь больше такая сделка с совестью, на что вы сами готовы пойти, жить счастливо, реализовывать себя, потому что я уверена в том, что деньги придут к счастливому человеку, если он реализует свое, деньги придут, рано или поздно, и человек, вот, реализовывая свое предназначение и миссию, он будет хорошо зарабатывать, неважно в какой специальности, есть куча примеров, где даже люди без высшего образования, но, например, сапожники, но которые делают свое дело, открывают мастерские, зарабатывают отлично, потому что они горят этим, да, и вот даже у нас в городе много таких примеров, где открываются такие-то, какие-то сервисные, да, где вот люди прям с удовольствием, и ты понимаешь, и ты чувствуешь, что человек с удовольствием, и ты к нему идешь, потому что ты тоже хочешь, да, стать частью вот этого его внутреннего ощущения, поэтому здесь вот вопрос про деньги, как чаще всего, вот это престижно, не престижно, это, да, там зарабатывают, там не зарабатывают, вот опять же, да, когда-то, когда я не стала врачом, аргумент моих родителей был, что врачи мало зарабатывают, но как показывает сейчас практика, хорошие врачи, они всегда хорошо зарабатывают, и, то есть, я вот, опять же, да, но родители в тот момент, как бы, мой папа хирург, и они, исходя из этой проекции какой-то своей, но это не потому, что все врачи мало зарабатывали, а потому, что мой папа мало зарабатывал, но это уже другой же, правильно, его индивидуальный случай, то же самое получается и здесь, мы видим только часть этого пазла, мы не видим эту большую картинку, и когда мы даем свои советы, это вот достаточно вот ограничено, а картинка большая, и поэтому есть большая вероятность, что мы со своим советом не попадем. Хорошо, Инна, значит, резюмируя, из нашего разговора, вообще профориентацию нужно начинать не в 11 классе, да, никогда подготовка к экзаменам, вот этот май, май, июнь, когда и так. А сильно заранее? Да. Вот как здесь, как понять, что хочет ребенок, как его направлять, это увлечение надолго или ненадолго, что может предпринять родители? Опять же, здесь через, только через, во-первых, практику, как я говорила, то есть, смотрите, вообще в целом нету никаких таких технологий, чтобы предугадать заранее. Плюс у человека, даже если он пошел осознанно в выбор профессии, через какое-то время, да, может пройти какой-то внутренний процесс, и он хочет поменять профессию. Да, предыдущая была любимая, но часто бывает так, что я хочу еще одну профессию, и так далее. И это заранее предугадать в целом невозможно. Поэтому здесь нужно просто принять этот факт, что вот этот стереотип у нас, что к 30 ты должен сориентироваться, или там 25, идти по работе, по специальности, выйти там замуж, и все, и ты должен уже сформироваться, и все. И дальше уже ждать. Да, и уже потом ждать, и ты до пенсии, вот собственно, ждешь. Не пенсии, смерти. Да, и никаких экспериментов. То есть вот этот стереотип важно немножечко менять и расширять вот это зрение, да, наше мировоззрение о том, что можно пробовать все. И можно пробовать столько раз, сколько хочется. И нету такого, что один раз ты должен попасть, с первого раза редко кто вообще попадает. Это тоже достаточно сложно. И надо понимать, что этот опыт всего лишь поможет тебе понять, что ты хочешь на самом деле. Все через практику. И здесь задача родителей просто помочь, во-первых, максимально проявляться ребенку в кружках, в секциях, не выбирать за ребенка. Потому что, как это часто бывает, нет, надо идти на футбол, потому что там они на бокс. Почему это логика родительская? У них какая-то своя логика. Там вот там-то, а ребенок слезно просится на футбол. То есть, да, ваша задача как родителя уважать желание ребенка и пусть он реализовывается в футболе. Хочет он на эту секцию, либо там какую-то творческую, пожалуйста. Хочет там пробовать себя, пусть пробует. И про ответственность, то, о чем мы с вами говорили. То есть, к 14 годам уже, это уже, да, почти взрослый человек, который может нести очень много решений за себя, принимать ответственность, бытовых в том числе. То есть, мы всегда начинаем же с бытовых как-то вот эту формировать, эту самостоятельную личность, когда ваш подросток может уже готовить, кушать, может помогать по дому к 14 годам смело, да, там уже какие-то, давать ему возможность зарабатывать где-то на летних каникулах, подработки, задачи через практику, не ждать, когда ему там исполнится 21, и потом, а теперь давай-ка ты поработаешь. всё можно формировать гораздо раньше и без ущерба для, самое главное, для своей самооценки, для, да, что это мой ребёнок пойдёт в 14 лет, что он там нуждается? Да, дело не в том, что он нуждается, а дело в том, чтобы вот сформировать как раз вот этот вот взрослый механизм принятия решений и понять, каково это зарабатывать. Как родителю работать с собой, чтобы научиться доверять ребёнку, потому что всё равно один из движущих механизмов родительской любви это страх. Страх, да, здесь можно выбирать свой масштаб шагов, потому что, понятное дело, что невозможно, сегодня он ещё ребёнок, а завтра выраз на него всё разом, да, условно, навесили какие-то, да, принять решения и так далее. То есть очень постепенно и выбирать с таких безопасных вариантов, условно, чтобы это не нанесло вред ни ему, ни окружающим, и шаг за шагом выстраивать вот этот момент. Чаще всего родители срываются, потому что у них не хватает либо терпения, либо они очень критично относятся к тому, как ещё ребёнок или там подросток выполняет какую-то работу, и они переделывают, они злятся, они критикуют, соответственно, тем самым они что делают? Они бьют по рукам и отбивают охоту вообще что-то делать, потому что лучшая мотивация это похвала, это признание. Сделал плохо? Окей, похвалите, несколько раз пусть сделают плохо, там на какой-то пятый, шестой раз, когда выработается уже навык и привычка, а можно похвалить, а потом сказать, ты знаешь, но, наше любимое, но, давай попробуешь ещё чуть-чуть вот здесь переделать, мне кажется, так будет и тебе удобнее, и получше, да, результат, но не сразу, потому что сразу это отобьёт охоту совсем. Сначала формируем навык, а потом мы уже его так корректируем. Вот. Давайте обратимся к родителям и скажем им, что, чем мы можем им помочь. Да, дорогие родители, выпускников, у вас тоже впереди, на самом деле, непростое время впереди, это определённый кризис, в том числе и для вас, который мы все проходим, и у нас есть ресурсы для этого, и это неизбежный, собственно, шаг. Поэтому я вас очень прошу, прежде чем навязывать и заставлять, спросите вашего, да, уже не ребёнка, о том, как он видит свою жизнь в целом, что бы он хотел попробовать, чего он боится, да, о чём он волнуется. И вспомните, вспомните свой этот период, потому что вы тоже его проходили. Прислушайтесь, насколько ваши советы и пожелания, насколько они в целом относятся к вам, потому что, когда мы даём советы другим, мы в первую очередь даём их себе. Поэтому это время ещё хорошее для того, чтобы вы проанализировали свою жизнь, проанализировали свою работу, в том числе, насколько счастливы вы сейчас в своей профессии, насколько вы реализованы для того, чтобы стать настоящим примером для ваших детей, потому что наших детей не нужно воспитывать, они повторяют всё за нами, они, собственно, смотрят на ваш пример, на ваши ощущения, на ваше самочувствие и делают то же самое. Поэтому, если вы сами счастливы, будут счастливы ваши дети. Если вдруг нет, тогда с этим нужно что-то делать, независимо от того, сколько вам лет, никогда не поздно быть счастливым и впустить в свою жизнь что-то новое. Спасибо, Инна. С нами была Инна Полик, психолог, мы говорили о профориентации. Целью нашей беседы было успокоить родителей и рассказать, что ребёнок, как и любой человек, имеет право на ошибку. А в современном мире при выборе профессии цена вот этой ошибки в самом начале всё менее-менее, потому что мир меняется так быстро, что человек, который когда-то получил образование, будет всё время менять, всё время её повышать, уходить из одной сферы в другую. Поэтому давайте просто не бояться доверять себе и доверять нашим детям. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что были с нами. До свидания. До свидания.